Нацвалюта продолжает падение и приближается к символической отметке в 100 рублей за 1 доллар. В то же время, естественно, растет инфляция, причем во много раз быстрее, чем говорят вам пропагандисты Кремля. Правда про плачевное состояние экономики и неутешительные прогнозы экономистов далее в нашем эфире. Инфляция в России разгоняется с невероятной скоростью. Повышение цен на продукты невозможно не заметить, и это далеко не конец. Жуткий аромат надвигающейся инфляции разносится по коридорам и кабинетам Центробанка. Росстат рисует невероятно красивую картинку. Инфляция в годовом выражении на уровне 3-4%. Приближенные к Путину чиновники рассказывают те же самые сказки. Инфляция вы прекрасно владеете цифрами. На начало июля она составила 3,4%. В годовом исчислении, по мнению всех экспертов, она не превысит, по мнению экспертов, 5%. Будем смотреть. Но все это с трудом прикрываемое вранье. Повышение зарплат не успевает за ростом инфляции уже много лет подряд. Но сейчас разрыв россиянам заметен как никогда раньше. Реальная инфляция по оценкам исследовательского холдинга «Рамир» уже сейчас составляет целых 17%. Это в 5 раз выше официальных данных. Рост цен к концу года составит от 15% до 21% по корзине. То бишь того, что будет у вас на столах. Росстат считает оценку инфляции по 500 товаров и услуг. А холдинг «Рамир» в свою очередь делает анализ по 15 миллионам реальных покупок, совершенных с 2008 года по сегодня. Они заявляют, что каждый месяц инфляция растет от 1,5% до 4%. И подобными показателями Путин пытается тешить население. У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых ранее. Лучше прогнозных. Невозможно не знать о реальном подорожании товаров. В разных регионах России регулярно трубят о том, что цены взлетают вверх. И впереди будет только хуже. Нас ждет резкое удорожание денег. И это означает, что ситуация с инфляцией реально выходит из-под контроля. Доходы от нефти, которые в прошлом году помогали удержаться на плаву, заканчиваются. Был какой-то запас денег, заработанных в прошлом году на высоких ценах на нефть. Эти деньги некоторым образом помогли российской экономике продержаться. Но вот сейчас уже мы видим, что тучи становятся совершенно грозовыми. И ситуация начинает кардинально меняться. Нефтегазовая страна больше не может зарабатывать на этой отрасли, как раньше. Потому бюджет несет небывалые потери. И все это из-за начатой Путином войны. Все проистекает из бюджета. Значит, население получает деньги из бюджета. Это выплаты всякого рода мобилизованным военнослужащим и их семьям. Это какая-то поддержка малоимущим слоям населения. Это заказы на военную продукцию, которые вливаются деньгами в экономику. И вот за счет этого возникает ощущение, что вроде как бы все хорошо. Вроде как бы идет рост. На самом деле это все деньги бюджета. Но деньги бюджета, они имеют то неприятное свойство. Потому что сначала бюджет их должен получить. А с вот этим как раз у бюджета как было плохо, так и становится плохо. Теперь в поисках денег Путин и его окружение будут облагать налогом все, что только смогут. Доходы, опять-таки, должны расти, например, от экспорта. От экспорта они растут? Нет. Все, что происходит за счет роста экспорта, себе забирает это государство. Объявляют дополнительные налоги, повышают НДПИ. Сами компании изъявляют волеизъявления для того, чтобы дополнительно заплатить налоги за счет валютной переоценки. То есть, получается, здесь особого роста не наблюдается. Если вот что-нибудь лишнее найдут, значит, все заберем для фронта. То, что могло пойти на повышение зарплат, на развитие экономики, кремлевские чиновники отбирают и отправляют на войну. У всех были свои планы на развитие. Все думали о том, что с этими деньгами сделать. А государство их просто отправит в топку, например, на фронт. Люди пойдут убивать других. Людей мирных ни в чем не повидно. Стрелять ракетами и снарядами, которые будут производить. В общем, те сбережения компании, которые могли пойти на развитие экономики, вылетят в трубу в полном смысле этого слова. Инфляция растет. Причем в разы быстрее, чем Путин рассказывает об этом с экранов телевизоров. Его не волнуют россияне. Его не волнует голод своих людей. Единственная задача диктатора удержаться на троне любой ценой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова